всем любителям посмотреть журналы а также моего канала привет вот я уже приехала с египта ну как знаете в отелях всегда бывают библиотеки и туда люди бросают свои журналы в общем я была в египте в районе знаете тоже практически граница с суданом район беренис национальный парк рекомендую этот отель шамсалам дело в том что там отличный заход в воду огромный пляж плюс еще кораллы я бы давно этот отель наш на лет на 5 назад хотели бы поехать с нашими знакомыми и самое интересное что мы их там встретили мингус не лезь но в общем позже расскажу про этот отель но я как бы его рекомендую и вы можете посмотреть еще одна пришла кошка и вы можете посмотреть у меня видео там окрестности но как сказать видео так себе но это заодно уж дело не так уж много и фотографий дело ну что там делать египте одно и то же побережье в принципе фотография еда одна и та же в общем то единственное риф различаются по красоте и по количеству рыб так и вот значит в этой библиотеке я по-моему там одна ходил потому что не библиотеку спрятали все журналы я перечитала практически и уже на натолкнулась на вог это голландский волк голландцы там были пара семейно классно мы с ними дайвингом занимались и я так посмотрела думаю о чем тут будут валяться в принципе я свои тоже воги оставлялась у меня раньше была такая тенденция купить вог если далеко очень лететь и значит один вог у меня остался в индии другой остался у меня в малайзии на острове сипадан не сипадана мабул очень далеко так что если увидите вог на острове мабул значит это мой вот и значит я взяла его то что это журнал они выбрасываются эти такого взять это люди же подарили эти книжки отдали и я считаю что этот вог вообще как бы произведение искусства на мой взгляд и поэтому я его даже тащил суда видео вог называется в ибук love это по-голландски есть такая поговорка значит по поводу голландского языка типа что когда бог создавал языки он смешал английский немецкий французский и в общем самый лучший языки типа создал а то что у него выдумки не хватило на голландский народ вот он из остатков фантазии по разным языкам английский немецкий французский и вот и сделал им голландский язык в общем мой муж все время говорит типа и кручу с голландцем не общаясь он такая голландцы не любят немцев это связано со второй мировой войной в общем вот я грунтя же есть какого связи с голландцами много то что деньги делаем делаем а так они не больно ты нас и любят так что смотрите вот какая шикарная роскошная книга смотрите какой цвет он кстати отличается тут значит у нас смотрите какая красота от римова как говорила рим римову купил по моему люксовый бренд лувидон так что если вы видите лувидоновские чемоданы это та же самая римова в общем вот такой люксовый чемодан видите здесь вставки кожаные но не знаю а кстати самое интересное знаете марсалам 4 месяца как существует такой vip lounge и они выхватывают вы только заходите в аэропорт они сразу вас выхватывают знаете как я поняла что не выхватывая не выхватывает почему данном они смотрят на чемоданы и значит предлагают людям нашли план классный кстати рекомендую 25 евро сноса стоит вообще замечательно но естественно проходите все очень бесплатно на посадку 1 нет ним посадку не вы дано посадку практически на регистрацию вы первые все эти таможенные службы проходите 1 так что launch классный в общем они выхватывают мне кажется почему данном в основном но снова всем придут принципе предлагают но знаю что такие люди не откажутся так что такая красивая девушка сидит vip lounge мы два раза брали когда знаете долго едешь и самое то там еда бесплатно напитки кофе все чистота порядок в общем вайфай rolex так вот такой вот значит макияжик наверно два три части будут я так думаю мне понравился вот этот веночек у нее такая кукольная девочка сейчас говорят такой значит тренд в инстаграме значит кукольные лица вот здесь мне кажется мне эти приклеенные ресницы так посмотрим украшение непонятно ну это лориалевская реклама вот такие кстати очки не идут такую форму зря я не купила тоже ресницы приклеены хотя они тут рекламируют свои туши это же все видно ой красавица бар рафаэля вот как-то было на немецком канале передача что там по поводу модели и модель получал по моему 1 миллион евро то ли контракт то ли деньги то ли 100 тысяч я уж не помню это было до внешней передачи она то была составе жюри кстати хорошая была передача по интереснее чем у хайди но она как-то не раскрутилась вот хублот что-то слышал что очень дорогие часы типа они сейчас в тренде тоже ну красотка красотка конечно конечно она даже и так была красиво еще молодая и красиво это какая-то ткань часы с к скагом симпатичная реклама красиво так все вот такие сумки сейчас тренде я заметила даже это цента продавали с бабочками правда но тот отсыл девяностым кстати помните раньше были такие 90 таких назывались они банан что спортивные сумки банан очень все ходили радую жизнь тифани к кстати смотрела давно вам рассказывал есть фильм о тифани к классной кстати там внутри брали украинцев что-то по тифани к посмотрите очень высоких художественных фильм и на русский он переведен тоже тут значит рекламе рекламировать дизайнерский винтажный сайт я не заходила но я так поняла что это люди туда наверно сдают типа как ебэй свои вещи и дешево можно купить то что не таши написано видите тут они пишут значит что они тут пишут типа кристиан лоботен такая цена хермес такая цена там типа барбери такая цена что я не знаю хермес сумки такие такая цена будет что ли за три тысячи ну кто знает в общем типа она одела вся винтаж дэниел фон фестобек цена 125 платьишку и плащику а нет платье и бабали плащ 325 вот смотрите я так долго это рассматривал это голландкой так понимаю ну вот они кстати это немножко отличаются от немок по внешности все-таки и вот я не могу понять вот мне очень понравилась вот эта вот коллекция да как они собирают это же вставляются камни а как они держатся я не поняла может у них какие-то там защелки есть тайны но как она вот это вот держится и видите вот эта часть можно снимать и камень пристегивать но у меня на магните например может они на магните у них у меня есть коллекция значит кольцо и камни одно кольцо потеряла пришлось 2 покупать и тюрьмем 12 или там сколько там штук камней вот видите но и сайт вот туда надо посмотреть как это все пристегивается но очень дорогая коллекция ясно уж дело в начале волк стоит и вот здесь мне непонятно вот я тоже рассматривал эту долго блузку и вот эту часть не непонятно что-то там такого не торчит он как-то торчит рукав это какой-то рукав у нее друг необычный кремовая блузка натуральной шелки естественно ну фотография красивая от фотошопе но все равно красивая девушка вот и не поймешь по такой фотографии сколько лет возможно модели вообще всего лишь лет двадцать три двадцать пять но и могли сделать но она вот так вот я смотрю ухоженная 45-летняя женщина это будет чувствовать видите такой цвет красивый романтик love и тут они рассказывают значит про как но тоже какой год кстати вам скажу это значит у нас в окне нидерланды видите цоммер это значит лето 2016 года и и цена значит 15 евро из пяти центов я помню эту истерию по поводу свадьбы к луне и его этой адвоката качи ну что хочу сказать я вот к луне кстати да я знаю что есть такой артист но я не помню ни одного фильма с ним не могу вспомнить ни одного фильма и что-то я смотрела но более для меня как это реклама не с кафе женушка его сейчас конечно тренд найти всех вот этих ливан и кстати заметили тренд в мейкапе вот эти брови широкие весь такой мейкап как у этих арабок вот богатых ну потому что я посмотрела там как телевизор телевидение включила там вот эти арабки без платков кстати вот такой я так поняла что сейчас такой тренд европейской визажистики вот типа арабский тренд так вот краситься эти широкие брови вот так все ярко это типа вот и от них не знаю рассматривал эту фотографию где-то говорили про нее что она истеричка мне кажется вполне возможно потому что он же тоже артист им надо истерику создавать ну какая-то очень худая болезненно даже худая мне кажется но сейчас же это ты худой ты стройный значит ты успешный мне какая-то вот и рассматривал может не видите но у нее кожа какая-то знаете вся пупырышка какая-то это нехорошая не на мне по ее деньгах и богатстве ты как какая-то не ухоженная кожа рук ну ладно не может с ней спать а спит ли они с ней вообще узнаете вы далее вот здесь хорошая фотография ну не знаю какая-то истерика за от этих фотографий идет я конечно и понимаю на руки какие-то не очень красивые она же молодая в общем взбудоражили они море этот венецианский залив своими лодками плывут они вот тут здание тут нам разрушают многое фильмов о видео посвящала венеции у меня есть видео значит плейлистом круиз мсц поэзии я снимала с верхней палубе венецию как мы отходили красота ну вот она спрыгает со своими этими родственницами что-то какая-то истерика от нее идет они какие-то вот знаете от нее какая-то не энергетика идет неприятно я не знаю почему она красивая все но что-то вот мне какое-то неприятие идет именно от нее что-то вот не очень то значит у нас ее рука конечно шикарно бриллиант и меня то что за удивило у него здесь заусенцы и не знаю почему я фотошоп или фотографию ну не знаю дорогой плазит кружева тут знаете вот вы вышитая жемчужинками какими-то но это бисером дорогой бриллиант вроде хороший маникюр но здесь заусенцы что такое вообще ну хоть бы комплимент я сделали бы если уж это в логе фотографии делайте ну чё-то уж зачем затерите тут вот значит тут у нас ее как это сухую какая-то она какая-то не болезненная худоба какая-то вот и говорю вот что-то какой-то негатив идет от нее именно от нее не от него от нее какой-то идет это значит торт торт мне понравился кстати такой дизайнерский торт такой довольно таки интересный вот вот клуни говорят что он типа хочет на в политику пойти я так понимаю еще швацнеггер пошел в политику но вы должны понять что швацнеггер он же с австро с австрии с европы у него бэккраунта хороший европейский в голове что то есть я кстати увидела фильм в жанре нуар такой знаменитый где впервые появляется арнольд швацнеггер на экране это где-то знаете 72 годы там хороший фильм но там играл какого-то качка какого-то криминального в эпизодической роли вот но что-то знаете клуни не блещет интеллекта мне кажется такая знаете пешечка типа обамы такие знаете нужны вот не знаю хороший актер для рекламы но для политики сейчас какие-то политики еще знаете такие без яйцевые такие вообще все уже об этом говорят и по этой политологи но в принципе простые люди тоже все это видят какие-то мямли еще такая мямля жадно чем она нужна ну как бы люди не понимают что мне понравилось как-то сказала это джулия робертс но умная женщина она говорит почему считаете что ну она как такую фразу сказала дескать люди интересуются моим мнением да вы должны понять что типа чего нас слушать мы просто актеры вот типа в таком духе вот просто актеры до знаменитые актеры они все сделаны продюсерами до режиссерами должны смотреть кто за ними стоит единственная такая супер умная женщина это была марлен дитрих у меня скажу чем она еще знаменита да это первая женщина которая сказала типа я хочу иметь профит значит с реализации фильма типа когда фильм про катя идет то деньги зарабатываются я типа процент хочу до этого все же там сидели не вякали и боялись что сказать но не как куклы были она такая сказала дескать давайте-ка платите нечего меня эксплуатировать но еще умная женщина была супер умная женщина была такую вот можно было в политику на в принципе в политике то я с политиками тусовалась общалась писала звонила то значит это вот их нету сня тут я так понимаю это редактор бог американского видите все знаменитые сюда приглашены прям такие сливки сливки общества вот она тут тоже все такая сутулая руки какие-то у нее длинные но у нее такие руки длинные пальцы длинные такая по пальцам можно проделить ну такая как сказать называется нервные руки вот вот ну а девушка счастливая зато и тут такая фотография у нее такой дебильный вид лица здесь ну смешной такая фотография и я поэтому говорю с кем ли он спит хе-хе-хе-хе тут одни мужики и она такая схватила у нее за ногу прям вообще вот так в кофе я вцепился смотрите как прям какая-то как будто подсанка какой-то не знаю я вообще их никого не знаю тут все расписано я их никого не знаю какие-то все знаменитостей вот тут вот она симпатичная но тут еще более-менее так энергетика идет нормальное которую отсыл от нее именно усталость идет вот это сделаешь а смотрите тут у нас в lx типа самые такие классные красивые любимые места италии это по-моему тут у нас кома где у нас этот соловьев то пропагандон то имеет виллу не знаю что там начал навальный что-то про виллу про эту виллу уже знал наверное что у него там лет на р 5 назад я не знаю что такое тайны нет ни для кого по-моему знаете какая ночью вы знаете наша пропаганду на имеет хороший вкус то деньги свои с народа поимели и билла себе прикупили ну и типа там запад такой плохой я вообще как бы люди тоже не знают да ну например вот горького горький он на острове капри его просто вытащила это сталин из капри притащил в россию в ссср типа нечего тебе там сидеть давай пропаганду неси в массы ну и удачно он скончался джековский тоже все свои знаменитые произведения в основном тоже в европе написал гоголь тоже жил в риме и писал свои мертвые души в общем-то он не мог писать в россии я не знаю все достоевский все свои произведения тоже сбежал в германию тоже писал в германии все произведения спускал деньги что ей больно все хотели эти патриоты россии значит это в россии тоже ну вот как то так не то что в плане знаете природы погода а именно в плане я так понимаю душевного состояния наши деньги не могли жить вот расслабляла их италия с европой даже этот как его брат какой-то родственник николай но николай этот который последний царь то бестолковые у него родственник был какой-то очень знаменитый даже им он очень много сделал для россии да это он сбежал с россии жил во франции даже представляете аристократа не могли жить хочу же говорить про нашу интеллигенцию так что вот вот такая красивая вилла балбинелло красота рифа романтика наталья вообще красивая страна я считаю что самая наверно красивая страна италия италия а итальянцы были тоже же в отеля но они так это после 15 уезжают бронза то мускулара и эта музыка уже не гремит вот эта фотография вот скорее всего этот журнал я взяла из этой фотографии смотрите тут софи ларе смотрите как она прекрасно даже весь ее целлюлит это прекрасен не знаю мне эта фотография так понравился вид от нее такое прямо знаете вот как сказать вот ее можно вырезать повесить на стенку она вроде такая небезупречная но не таким спокойствием виде веет такого знать это как сказать спокойствие и вот смотришь на это вот так надо жить понимаете вот так надо шить вот так надо жить каждым днем радоваться конечно в италии живет и радует молодец не знаю смотрите какой образ красивый даже сейчас современен в время вот так одеться будете выглядеть ну конечно с такой фигуры современна такая тенденция идет кстати вот примерно так же тоже идет новые даже прибора выпускается в такой тенденции какая красота еще есть такие красивые фотографии у меня наверное скоро отключится тут еще фотографии я так думаю что они старые видите да это старые о какой-то фильм я смотрела знаменитым актером итальянским там вот все эти вот такого плана вот эти пейзажи были о как классный фильм там такой актер он очень знаменитый забыл его просто имя я могу быстро найти нас катрин денёв играл там фильм был в действие в венеции очень рекомендую просто вообще фантастика актер какой красивый такой ух энергетика такая от него и шла так тут у нас видите 83 год вот миллиардер то миллиардер итальянский смотрите какая красота а вот эти фотографии так пролистал но типа любовной истории тоже такие интересные фотографии но знаете ну 80-е годы отказа это бы это была бы порнография вот эта фотография мне кстати понравилась тут какие-то знаменитые по моему модели это тринадцатый год но это считаю что это как бы искусство вот такая девушка но вот такого плана мне уже как-то не очень учета выставлять вот если по нам что там еще какая-то тень на нее зашла но то видите тринадцатый год какие знаменитые модели лапауза кафе тут вот значит у нас типа постель бафа 15 год тут переплетение тел вот это мне фотография очень понравился и можно тоже вырезать и повесить на стенку так она мне понравилась как у код 2008 такая сэспия да это называется смотрите какая красота не знаю сразу так это мужская что ли нога это по-моему мужская это женская ну а я сначала подумал что это две ноги женские что вы думаете это разные ноги или как не поймешь ну вот такие смотришь и думаешь вот сразу можно какую-то историю придумать это кто у нас скейтмост что ли кейта 2008 год сильнее амстердам тим и кто-то 15 год тут иначе тоже груди все такое вот это мне картинка тоже понравилось смотрите какая love из веточек ты ты цель 2004 год так вот это мне не нравится мой мне спину жалко ну небо красивое это отдельные фотографии да так кстати это в египте такой такие же звезды были вот этого тоже ну знаете в 70 80 года это уже порнографии было в ссср и такое перепечатывали и пока и смотрели в тихушку но тут красивая фотография кстати выходит ну вот мне нравится мне то что она как-то композиционно поставлю но это надо специально ну вот это вот что такое вот она расщепелилась и так попей родинки царапины но ясно очень подтекст какой год фотографии 15 ясненько тут мама сыночка такая фотография рыбок ловит в тазике тут тоже вот не знаю ну не знаю какие то они это слишком прямые такие в лоб фотографии такие не очень люблю это красивые фотографии кстати 15 так иконик лав видите тут можно прочитать и вот если сто восемь раз прочесть это можно и понять что там написано даже не знаю языка тут знаменитой модели кстати 30 минут на она мне сейчас отключит вторую часть придется кстати русская модель тут есть где то я видел вот это вот это вот девушка похожа на какую-то модель с инстаграма не помню вот это я где-то уже видела она знаменитая какая-то 2010 год ну тут про них написано просто вот наташа поли вот я только духу знаю вот это наташа поли и то наташа поли не по лицу поли мне удачно кстати сделала это себе прозвище вот она тут высказывание сам переведете в общем я поняла смысл этого высказывания но переводить не буду вот это хорошая фотография такая девочка-девочка припевочка такая бани-бани ну сейчас же у нас этот Хью Хефнер помер ну что мужчина для себя создал сказку много работал еще показал как надо жить надо жить так конечно они даже есть какая-то у меня выставлены в этот инстаграм карикатура дескать он приходит в рай и стоит бог там написано рай он говорит это ваш рай типа я только сейчас покинул рай вот надо жить вот здесь такие вот эта фотография очень понравилась смотрите какая красивая это значит у нас 56 год ВОК английский Индия конечно это фотография постановочная но она какая красивая смотрите лотос и посмотрите как будто она на воде лежит но это лодка как все снято конечно все это искусственно снято да ее так положили и все не знаю очень красиво очень давайте на это основе все фотографии будем ее рассматривать а потом дальше продолжим тоже даже вообще какая красота но таких вот примерно лодочках мы тоже плавали бек вота в кирале я не знаю где то это Рожастан по моему плавание с цветами барбара в Индии делали где уж снимали непонятно это вообще какая-то завораживающая картина вы не думайте что там грязная вода нет она просто вот такая красивая реально она вот такая красивая вот еще видите на закате снимали скорее всего поэтому кажется как будто вода мутная она не мутная она просто такая стоялая а если смотреть внутрь там вообще наверно можно очень погрузиться прям погружаешься в эту фотографию просто какая-то красота она такое чувство как будто прям картина художника тут реально такие талантливые фотографы так снимали что через года смотришь ты сколько уже лет прошло тоже почти что уже 60 лет прошло да и не смотрится современно в принципе в Индии ничего не изменилось я вам серьезно говорю вот в плане такого ну ладно далее продолжим